Всем привет, с вами Олег Сканамберилла. Работаем с картами, смотрим прогноз погоды на ближайшие дни и делаем вывод о катаклизмах. Тут ребята вот написали, Виталий Вишталюк, с 20 ноября стартует чемпионат мира 2022, не могли ли вы показывать погоду в Катаре? Интересно знать, какие будут погоды. Но пока там все прекрасно, мы видим плюс 31 градус, в общем-то в Крисийском заливе все хорошо. И юзер-юзер пишет, не могу дождаться чемпионат мира. Прекрасно. Дальше давайте теперь перейдем на Ближний Восток, посмотрим, что здесь. В общем-то тоже хорошая погода, мы видим 20-24 градуса, вот так вот, да, здесь 20-22, вот Египте на побережье, здесь вот 28 градусов, тут собрались-то деятели. Климата на курорте в Египте обсуждать, как защищать климат, да, и туда полетели, чтобы там выступить. Знаете, а почему бы вам это по компьютерам в интернете не провести конференцию? В чем проблема-то? Почему именно надо лететь на курорт, чтобы тем самым своими действиями защитить, своими разговорами защитить климат? По-моему, учитывая, что вы летаете частными самолетами, то это оказывает немножко обратный эффект, вам не кажется? Ладно, мы давайте посмотрим, что у нас в Средиземноморе происходит. Ну, также 20 градусов где-то в районе, 24 в Рабате, немножко потеплее Марокко, но обратите внимание, Испания уже гораздо прохладнее, здесь только вот Мурсия, ну, то есть юго-восточное побережье более-менее теплое, а на севере вот так вот уже в районе 15 градусов. Интересные процессы происходили вот за счет циклонов, да, подъем теплого воздуха, но он происходил как бы по самому-самому западу Европы, то есть у нас, допустим, было вчера что-то в районе плюс 6, плюс 8, такие температуры в горах, я был, был около нуля, даже минус был, в общем-то был туман на равнинах, в горах было солнце над туманом. То есть такие вот прекрасные моменты, когда все облака как бы внизу, и ты находишься над облаками, приятная похода, штиль, вот, но если сравнить, что происходило в Европе, то побиты массовые температурные рекорды на выходных. И больше всего удивило, вот в Уэльсе, это вот здесь вот, в Великобритании, там какой-то порт Мадок, сложное название населенного пункта, плюс 21,2 градуса. Прекрасная погода, видно, что сегодня тоже Великобритания как бы наслаждаются, да, и в Ирландии тоже было больше 16 градусов, ну и, соответственно, массово побились рекорды, не только там, но и в Восточной Европе. Тоже, смотрите, вот западный ветер сюда вот шел, и температуры были где-то от плюс 10 до плюс 13 градусов практически везде. Вот такой диапазон, ну и там массово-массово побились рекорды. И на выходных же прошел очень мощный шквал, даже не шквал, а вот именно сильный ветер, который на разделе, на перепадах температуры очень хорошо сработал. И, соответственно, были последствия, особенно в Пау уже ощущались, там сорванные крыши, там даже минореты какие-то улетели. Массовое, просто массовое падение деревьев, причем очень большая зона покрытия. И там, где ничего произошло, ничего не произошло как бы такого катастрофического, там все равно с деревьев полностью облетела листва. То есть, прямо вот такая четкая граница предзимия, это именно на этих выходных прошли. Ну и сейчас мы видим, уже сменилась ситуация, вот он уже сюда выпячивается, да, с нового Оренгоя. В Норильске там за 30 градусов, ну сейчас потеплело, минус 24, а было за 30. И идет вот это все сюда, мы видим на Северный Урал, здесь уже минусы, да, сейчас пошли в Екатеринбурге, минус 6. Ну вот Никита Богатырев пишет из Екатеринбурга, сейчас минус 5 снег, вчера было плюс 2, а послезавтра будет минус 25. Как вам такие перепады? Ну при этом вот Архангельс, который находится севернее, его как будто это ничего не затрагивает. То есть, там 0 плюс 1, вот такие вот температуры. И видно, что даже ветер здесь дует западный, да, вот отсюда через Финляндию, через Ботнический залив сюда заходит тепло в Белое море. Вот таким вот образом. Ну здесь равнины, озера мы видим вот здесь, вот по ним так раз-раз сюда все это приходит, да. Но основной удар, он будет в ближайшие дни, получается, как раз направление в сторону Черного моря. То есть, вот в Украине мы сейчас видим плюсовые еще температуры, плюс 7, плюс 5 в Киеве, плюс 5 в Харькове, Кривой Рог, плюс 9. Вот, Ростов-на-Дону плюс 9, Краснодар 11, Севастополь 12. Но все это резко поменяется, буквально через несколько часов уже эти процессы начнутся. Ну мы сейчас посмотрим. Интересно, что возможно через Черное море как раз вот такой эффект больших озер, когда собираются влажности. Ну вот Каспийского моря мы часто наблюдаем, да, этот эффект. Может быть из Черного моря. И все это, возможно, придет в Измаил, где Вадим Двоеглазов проживает. И может быть, наконец-то порадует, порадует эту уже полупустыню или пустыню порадует, наконец-то, дождем. Ну вот, что пишет сейчас Кавказа. Вот, мы сейчас опускаемся на Кавказ. Вчера, точнее, писали, что там было Максим Панаська. Пишет, максимальная была плюс 10, минимальная плюс 3,4. Но сильный западный ветер с порывами до 24 метров в секунду. И то же самое в Рязани. Там был 11,6, побит рекорд 1927 года. Кстати, очень много рекордов 70-х, именно 77-го года побит, когда было очень холодно. Вот это тоже такой признак, что вот это резкое потепление идет, да, а потом за ним упал холода. Вот это классическое. Ну и причина этого еще и вот этот циклон, который сейчас находится над западным Казахстаном. Вот Игорь Воронов пишет, да, то же самое в Рязани. Вот, ну, вроде бы как без особых повреждений, там, кроме мусорок и дорожных знаков оторванных. Так, вроде бы, у них все прошло более-менее без серьезных последствий. Ну, тоже город Пермь, Дмитрий Белинский пишет, в Перми вчера суточный максимум был плюс 7,5. Вот это тепло, чудеса. Знаю, что у нас в следующей неделе наступит настоящая зима. Ну, это он в субботу писал, поэтому вот так вот. Ну, 7,5 в Перми, это, конечно, впечатляет в середине ноября. Достижение получается. Так, ну что, давай теперь посмотрим, что же у нас вот этот циклон делает. Вот он сейчас рядом с Кастанаем и Курганом находится, циклон, да, центр его. Соответственно, все, что южнее и восточнее, сюда заносится тепло со Средней Азии. Видно, что в Каспии поменялся ветер, теперь он дует с запада здесь. И, смотрите, выносится только минобата, вот сейчас плюс 14, потеплело, да. Ну, кстати, обратите внимание, до Шамбе и Ош, ну, чуть-чуть потепление. Плюс 6, плюс 8, Ташкент плюс 8. Вот, смотрите, Семей плюс 8, Барнаул плюс 4. В Новосибирске плюсовая температура пошла. Вот вынос тепла сейчас пойдет в Сибирь, Красноярск плюс 2, Братск 0. Но вот в Иркутск сюда пока не доходит, там минус 7. Вот, Матвей Кузнецов пишет из Иркутска, спасибо за интересный обзор. Да, снегопадов нам пока не ждать, как и морозов, такая зима в легком ее варианте. Посмотрим, что будет вот с этим циклоном, куда, ну, слабенький уже, но посмотрим все равно. Так, вот Неля пишет, спасибо за обзор, почти 2 недели без солнца, юг Тимбенской области, облачность, туманы, нулевые температуры, снег тает, каша на дорогах. Вы сказали, скоро прояснится. Ну и хорошо, да, да, вот это вот сейчас опустится вниз, циклон чуть-чуть сюда уйдет. Вот, и видно, что уже в Иркутске минус 6, то есть совсем недалеко от вас. Так, и, кстати, про туманы тоже пишет Виталий Вишталюк, у нас сильный туман. Мне кажется, во всей Европе вот эти туманы сейчас основной тренд. Алексей Покровский из Иркутска пишет, Алекс, спасибо, кроме Якутии у нас еще и Саяна тянут холод на себя. Так что эти два поля холода точно соединятся, как только прекратится заброс тепла со Средней Азии. Ну вот сейчас мы видим, что к вам пошло тепло со Средней Азии. Вот, и посмотрим, что... Ну, Саяна, да, Саяна видно, что Саяна, Алтай тоже играет большую роль. Здесь даже видно Ангудай, несмотря на то, что сюда приходит сейчас тепло, видно, что 7 плюс 8, Барнао плюс 4, Ангудай держит марку минус 6. То есть, видите, не пускает. Не пускает Алтай к себе, пока что держится. Ну, посмотрим. Так, Байкал еще долго будет замерзать. Сейчас безветренная погода, над ним стоит туман. Очень красиво. При небольшом ветре появляются туманные погоды, которые по распадкам гор опускаются к Байкалу или, наоборот, к нему прячутся в гору. То есть, из-за разницы температуры и направлений ветра эта картинка всегда меняется. Завораживает. Лед только по береговой линии. Ну да, красивые такие местные процессы наблюдаются. Так, ну а вот давайте посмотрим Якутию. В Якутии, смотрите, минус 34 уже на западе. В Мирном минус 34. В Якутске минус 30. А Ликминск минус 32. А вот здесь вот сейчас антициклон как раз над Трой. И Мирным находится центр. Второй вот над Батага минус 31. То есть, Якутия, да, уже с Магаданской областью так объединилась, да, здесь минус. И идет вот сюда, кстати, смотрите, по Охотскому морю, по горам. Идет вот сюда вот в сторону Хабаровска тоже опускается. Это морозится уже в Комсомольске-на-Амуре минус 9. Благодещинске минус 5. Магадан минус 10. Петропавловск 0 пока держится. Ну а Надр минус 13. Минус 13 получается. И смотрите, восток Китая тоже погрузился в морозец, да, Уссурийск минус 7. И Северная Корея тоже стала гораздо прохладнее. И вот здесь вот они должны объединиться, вот эти два морозных поля и тогда и остальном Китае. Ну видно, что и Ухань уже плюс 12 всего. И потихонечку вот идет сюда на юг. Так, смотрим. Смотрим Индия, кстати, тоже, смотрите, какая-то прохладца, да, появилось, смотрите, 20-22 градуса. Все-то уже не так-то и жарко в Индии, наверное, они уже мерзнут от этого. Так, ну вот по западному побережью там еще более-менее так тепло. Смотрим Австралию. А в Австралии, смотрите, обратный процесс. Вместо того, чтобы приходить лето, здесь идет наоборот холод со стороны Антарктиды. Прямо таким мощным потоком. Смотрите, на Тасмане у нас морозы. Вот в горах, правда, но все равно морозится. Столица региона плюс 8 всего на побережье, да. И вся жара, она сместилась к северу. Ну, в Новой Зеландии потихонечку прогревается. Здесь теплее, чем на юге Австралии. Хотя она находится ближе к Антарктиде. Так, вот морозы начинают потихонечку захватывать. И Аляску. Здесь циклон сместился к границе с Канадой. Вот температура, давайте сейчас глянем. Что-то не показывает, какие температуры. Сранно, да, Анкориш плюс 4, а Фэрбэнкс почему-то не показывает. Ну, вот если посмотреть на Запад, здесь минус 14 уже такие температуры. Так, чуть-чуть попроще, что же такое. Почему-то исчезла температурные данные. Калгари почему-то нет. Вот минус 10 здесь есть в горах Ванкувер плюс 5, а Калгари нет. Так, здесь минус 9, минус 8 в Миннипеге. То есть, видно, что, в общем-то, все замерзло. Вся Канада, смотрите, под морозом. За исключением, здесь побережье самого крайнего. Здесь, кстати, Сидни с океана тепло зашло. Здесь плюс 11, да, такой населенный пункт, наверное, самый теплый сейчас в Канаде. А так вся Канада погрузилась в холод. И холод, смотрите, мороз проник и на восток США. Здесь минусовые температуры. Прохладно. В Техасе, смотрите, в Далласе все плюс 5, в Снайдере плюс 7. Что-то Хьюстон не показывает. Феникс плюс 5, Лас-Вегас 4, Сан-Хосе плюс 3, Лос-Анджелес плюс 7. Как-то вообще не жарко, хочется сказать. И вот сообщают про штат Оклахома. Что там вот происходило, да. Здесь выпадал снег. И выпадал снег, в общем-то, в 60 сантиметров. Ну, это вот здесь на западе штата. Но все равно 60 сантиметров в ноябре как-то жесткое начало. И видно, что идет все это еще и в сторону Мексики потихонечку. Так, ну, теперь давайте посмотрим, что у нас в Южной Америке происходит. Ну, в принципе, нормальное развитие ситуации. Но тоже, обратите внимание, довольно-таки прохладно. Довольно-таки прохладно. Вот здесь, в этой части Аргентины, Чили, смотрите, плюс 4 градуса вот здесь. Это центральная Чили, даже в Сантьяго всего плюс 6, 16. В Буэнос-Айресе плюс 17. Как-то не сказать, что прям вот жарко, там перегреваются они. Нет, довольно-таки мягко так все. Южная Африка, все здесь нормально, тоже каких-то без экстремумов. И вот наиболее жаркая сейчас погода, это вот юг Сахара. Мы видим здесь 37 градусов. Так, давай теперь посмотрим, что ожидает. Вот про США написал Алексей Бахаревский Дракон. Он написал, не беру смена портал, морозный дракон дышит, метель ударила по сугробам в США и разрушила дом. Ну, в общем-то, вот такой набор слов, но понятно. Интересно, да? Кстати, в США теплые только Флорида. Самый-самый кончик Флориды остается. Давайте посмотрим, что будет ночью происходить. Вот, смотрите, видите, в чем я и говорил, считанные часы. Бросок такой прям мороза в сторону Восточной Украины, Азовского моря, Нижнего Поволжья, здесь Западного Казахстана. Все сюда мороз идет, а на Урал приходят прям серьезные морозы. Там, возможно, за минус 20, под минус 30 практически. Вот, смотрим США, это день США, видно, что не особо теплый-то и день будет. Чуть-чуть вот здесь южные штаты вокруг Мексиканского залива прогреются, а так большая часть США, получается, хорошо подморозилась. Давайте завтра днем посмотрим, что будет. Эта ночь будет США еще больше, прям в Техас проникает, настоящий мороз по западу Техаса, вот, этот день будет. В Европе будет на сегодня тепло, но мороз видно будет, что вот в Восточной Европе прям пытаются так задержаться посерьезней, а в сторону Южной Сибири выброс идет тепла, и завтра будет теплый день, вот здесь в Южной Сибири посмотрим, побьются ли рекорды, но процессы интересные. Обратите внимание, что Якутия уже все, уже полностью закрылась, и даже вот эта вот тепль, которая идет, ее уже недостаточно, чтобы пробить эту стену холода. Так, давайте посмотрим, это будет у нас 23 ноября. Здесь холод будет по границам Украины, Белоруссии, Прибалтики, вот так вот морозом стоит, да, вот здесь центр холода на Южном Урале будет, но в целом пока развития какого-то дальнейшего нет. Европа остается в тепле, и наконец-то США здесь тоже прогревается, отбрасывает мороз на север в Канаду. Вот такие вот у нас дела. Давайте посмотрим теперь, где какие у нас процессы погодные, неприятные. Ну, видно, что в США сейчас практически везде, в Северной Америке снегопады, вот за исключением здесь Востока Канады. Здесь вот по Западной Европе такой полосой, от Гренландии даже до Испании, вот такая полоса идет. Не погода, как раз вот на Урале здесь снег, в Южной Сибири тоже кое-где снег, а в Казахстане дождик, и вот такая снежная полоса идет до Якутии практически непрерывно, и у Камчатки вот здесь циклончик находится. Давайте посмотрим накопление дождя, где произойдет. Это Западная Европа, да, у нас, кстати, дожди идут, вот это и Балканы, это, кстати, Кавказ вот здесь вот возможно, так, и Чукотка, кстати. В США, в Северной Америке как-то вот только здесь по востоку дождик. Давайте посмотрим снежок, да, снежок, тоже преимущественно в Восточной части, но и в Северных Штатах мы видим, что здесь продолжится накопление снега, также обратите внимание, в Восточной Гренландии очень много снега, и вот началось уже в Восточной Европе пойдет снежок, ну и Южная Сибирь, но так-то снега немного, на Чукотке вот много снега, вот здесь вот единственный регион, где будут большие снегопады. Ну а с вами был Алекс, канал Берелабжи, отличного прожения! Спасибо.